Субтитры сделал DimaTorzok отрегулирую громкость чтобы меня не забивало это дело так да здравствуйте здравствуйте только выходим чуть-чуть у меня есть информации думаю это может представлять интерес еще для кого-то поэтому предлагаю чуть-чуть подождать по совсем немножко потому что время есть время объявлено было остальные по крайней мере посмотрят все в записи да здравствуйте давно не до вас как вы пожелаете и так я собственно перейду тогда уже к теме ту которую хотелось бы осветить в том смысле что огласить да озвучить без крестов там и так далее без кодил без святой воды остальные тогда уже послушаем все это делом записи и так подготовлен курс для не практиков но в принципе он может быть интересен ну наверное любому человеку он женский я его по большому счету сейчас презентую и дам для наглядности да какие-то моменты озвучил которые там присутствуют собственно я оговорюсь еще что меня сподвигло до к этому это то что довольно уважаемый мною практик читая ну пост где эта информация была написана не на моей странице но это на странице моей жены и вот там ну просто то есть прямым текстом оттуда читая делая вид что вот отвлекается на то что ведет автомобиль да что едет и так далее ну вот меня это ввело просто в ступор то есть я когда услышал эту историю было неприятно я относился в общем-то к человеку достаточно уважительно как к ремесленнику и ну и просто по-человечески как бы я до сих пор где-то не нахожу объяснение такому поведению ладно дело как говорится прошлое нам и так женская магия если так вот говорить да она в принципе все это условное довольно деление но есть те практики которые вот скажем так скорее все-таки женские мы это повелось еще с до до потопных наверное времен да но если не до потопных то до христианских точно то есть все что в жизни происходило собственно люди то ведь с духами общались нормально тогда да контакт был не такой как сейчас духи были везде здравствуйте всем кто присоединяется здравствуйте поэтому и общение было ничем там не техногенным не обременено да они какими-то шорами у людей они себя от природы не отделяли они не ездили отдыхать на природу раз там в какое-то время да они жили в этих условиях постоянно и собственно все что в жизни сам уклад жизненный который имел место он был грамотно ориентирован именно на сотрудничество с силами природы да можно называть духи силы при вот как у как кому нравится по большому счету и оттуда собственно тянется что женщина выбирала для себя те техники которые делали ее более здоровой более счастливой изобильной в плане ну и личного плодородия да как продолжение рода и так далее там гармонии прочее собственно женская энергия и но это та основа которая явилась то есть которая легла в основу данного курса то есть женщина применяет свою магию ну просто абсолютно во всех сферах жизни и чего бы это ни касалось начиная даже прежде всего речь идет о бытовых моментах да это начиная там уборка готовка вот это все до уход за собой то есть это все вполне можно делать задействованием энергии с тонких планов вот так то есть ну например еда может быть просто едой там купленной где-то да может быть это чисто энергетическое какое-то наполнение уже и ею приданное соответственно это идет к ее семье то есть она питает своей энергией семью допустим но мы знаем также старые совершенно обычай там когда мужчина то есть почему женщины носили длинные волосы масса причин но было и такое что женщины то есть мужчины расчесывали эти волосы да и таким образом женщина давала свою защиту то есть кто сейчас об этом помнит в принципе мало кто да скорее всего то есть все в руках женщины наполнялась и и содержание ей уже допустим красота лица до свежесть кожи можно сохранять вот таким образом сейчас я просто дам на определенные техники можно будет это все прослушивать там со стопом я это выложу да можно правда будет это там как кому удобнее собственно 7 недель делается техника по пятницам вечером после 19 часов на лицо наносится маска это чайная ложка сок алоэ пол чайной ложки липового меда то есть это важно да смешать и все это до однородного состояния пока маска на лице опять же 7 раз и читаем заговор липовый медок колючий сок цветок старость заберите красу укрепите пусть девки и завидуются пусть парни заоблизываются я думаю достаточно четко сказано и если будет пожелание я выложу все еще текстом да все эти заговоры которые будут под постом дополню после этого 7 раз также омываем лицо теплой водой правой рукой независимо от того правша левша да потому что иногда в каких-то ритуалах там ну пишется правая рука но есть оговорка что если человек левша то тогда левой рукой здесь нет обязательно правой ну и через 7 недель в общем-то результат будет достаточно заметным дальше действие любого косметического средства можно усилить про изнеся сразу после того как вы вообще его впервые открыли там тюбик флакон у женщины знают как это называется я не владею достаточно добрый вечер приветствую всех и присоединяющихся и те кто будет записи смотри тоже 12 сестриц молодец 12 цариц подарите сестрицы красоту в бочонке нанося крем при этом приговаривайте потом уже до 1 сестрица несет люботу 2 красоту 3 густоту волос 4 звонкий голос пятая руки нежны 6 зубы снежны 7 брови тонкие 8 ресницы густы черны 9 носик вастер 10 очень жаркий словно костер 10 очень жарко чтобы костер 11 а алые уста 12 я вся красива и молода ну вот так то есть и чтобы эффект сохранялся и то что вы сделали не улетучилось закрываем когда банку или в там тюбик что-то в чем это средство собственно было фасовано да не забываем также заклинание говорит следующее как при открытии так при закрытии до помогающие сохранить свойства заговоренного вашего вот этого средства 12 сестер шатер его закрываю красоту сохраняю собственно все да с этим потом если бросить вес кстати вот сбросить вес три раза в новолуние ну если сейчас мы полнолуние только-только вы проводили как раз есть время приготовиться к ритуалу но прямо основательно да трижды в новолуние принять ванну короче говоря непростую перед купанием положить в ванную свой нательный крестик кто крещённый как-то понятно да и набрать туда горячей воды крестик достать в воду вылить стакан молока потом не обезжиренное настоящее вы желательно вот домашние да вот ну в принципе в магии все так желательно что все было натуральным всегда вот насколько это получается понятно что жизнь вносит свои коррективы на реалии к сожалению таковы как что все натуральное и на сто процентов такое естественное найти все сложнее и сложнее так насыпаем розовые листья собранные с трех разных роз но это не сложно да и принимая такую ванну также произносится заговор вода послушай меня кипятись мутись за меня возьмись вода вода после креста сделай чтобы была стройна молоком подпитай розой обласкай и потом чтобы закрепить до действия говорим буду не толста не худо а красиво и равна хотя мне больше нравится стройна ну вот как бы равна в оригинале перед тем потом как выходить из ванной также закрепляем действия заговора вода уходи мой лишок забери хотя другой редакции попадалось слова жирок под черный камень теки там сто лет пролежи ну и воду как обычно спускаем в ванну вымываем лепестки собираем и заворачиваем в непрозрачный лист черной бумаги и потом это все дело закапывается да сложно согласен и потом это все дело закапывается под сушеное дерево ну вот так собственно все что касается этого курса это вот то собственно что непосредственно там указано да то есть я хочу таким вот такой презентации сориентировать тех кому будет интересно что подобных техник очень немало и они рассчитаны вот ежедневно то есть это вот принятие ванну то есть вот тоже чем грубо говоря женщина сталкивается постоянно этом там готовит купается там сидит за собой неважно когда что стирает и так далее так далее гладит вещи детям гладит вещи себе гладит вещи супругу и вот такие практики они как раз очень неплохо гармонизируют вообще фон семье да здравствуйте здравствуйте всем извиняюсь если с кем-то не поздоровался не заметил вот но теперь всех вижу всем всем всеми благодарен за то что интересно что вы со мной в это время не ранее собственно теперь переходим ко второй части по негатив и по не извиняюсь по негативу если есть вопросы можно смотреть есть ли воздействие негатива на вопрошающего единственное условие это 10 лайков ставим под постами любыми в оплату это такая вот символическая оплата за труды эти если интересно кому-то установить если негатив да если необходимость заморачиваться на какие-то большие диагностики на чистки и так далее и так далее действительно ли что-то стороннее влияет на состояние той или иной вашей сферы жизненной пожалуйста да здравствуйте можно смотреть я в начале эфира я начал ну примерно 20 минут назад до 15-20 вот наговорил много чего и рекомендую послушать будет наверняка интересно вот просто эту тему я уже не буду повторять но непосредственно то есть мы переходим к погодашкам на негатив если такие вопросы есть то 10 лайков и мы пожалуйста смотрим устанавливаем есть ли да доброй ночи добрый да сегодня знаем у нас было сегодня был и кровавая луна сегодня было и полнолуние сегодня было все что на деньги рекомендую еще вот до завтрашнего дня дмитрий 26 лет на негатив с вас 10 лайков под постами просто погодашки обычные условия погодашки ну пусть будет погодашки 150 пусть не 200 пусть будут погодашки 150 любой вопрос оплата просто на телефон мне который в шапке профиля указан 8 918 068 808 918 068 808 150 за вопрос все но пусть будет так дмитрий давайте посмотрим сейчас настроить что это вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, нет, я не исключаю, что сейчас у него, понимаете, у человека вот та ситуация, когда у человека должно было бы быть все неплохо в личной жизни, или это трение с дамой, с женщиной, которая рядом, рядом. То есть человек, с одной стороны, ищет баланс, но есть депрессивное состояние, расстроенные отношения несколько, они назовут прямо хорошими. Причем, знаете, такое ощущение, что может быть вот прям от хорошо до плохо. Вот прям вот, то есть отношение к человеку, да, вот прям то так, то вот, ну я не скажу прям из крайности в крайность, но вот какие-то мысли есть такие. Но здесь нет магии, вот нет. Очень приятно, что я имею такой эффект. Так, по, сейчас тут что у меня, да почему, мне не надо ваше ничего, что вы мне предлагаете. Так, не слушается, да, ребенок. То есть вот так по Дмитрию, я магии не вижу, сторонней не вижу. Сегодня пришла информация, это, знаете, что, это не то, что прямо совсем норма, я не такой детский психолог, но это есть, такое есть. То есть это не, как вам сказать, это, конечно, неприятно, но это не что-то вот совсем из ряда вон. Ну вот так они пробиваются, да, утверждаются в жизни. Здесь нет, тут даже просто совет, ну не справляетесь-то, сколько не справляетесь, ну, иногда нужно время просто, иногда нужно говорить. Мы же не можем заранее стелить соломку, понимаете, то есть мы и стремимся это делать по-своему. Но, видите, вот такое вот бывает проявление у ребенка вообще в таком вот каком-то аспекте выражается, что мы и думать не могли, да, что вот он там с кем-то пойдет куда-то, например, вот в этой ситуации. То есть вы, ну, готовили к одному, там, стелили соломку в одном месте, а он в другом упал. Поэтому со всех сторон никогда не подстрахуешь. То, что кричит, это нехорошо. Уроки. Здесь, здесь, знаете, здесь, с одной стороны его самоутверждение, с другой стороны ему не хватает любви, понимаете. Вот именно, как бы ни странно звучало, чем агрессивнее дети себя ведут, вот, зачастую в таких вещах, просто посмотреть, да. Агрессия – это выражение обиды иногда. Это, как бы сказать, ну, вот, какие-то неоправданные перед ними ожидания. То есть они чего-то от вас ждали, а вы им не дали. Вот так он считает. То есть я сейчас не касаюсь, насколько он прав, потому что это значит, что ребенок в этом случае всегда на 100% прав, причем любой ребенок, да. А любой родитель всегда на 100% не прав. Такого не бывает. В принципе, крайности, ну, не бывает. Ну, крайность – это, наверное, вот ядерный взрыв, да. Вот в эпицентре, да, уничтожается все. Вот это крайность, это вот абсолют некий. И то, как бы говорят, да, тараканы какие-то там перенесут ядерную войну. В таком случае интересно, чем их травят, да. Так что здесь проблемка есть, но это не нужно, как бы, сразу. Вам нужно общаться с ним. Вот самое тяжелое в этом случае – разговорить. То есть я даже не считаю сейчас вот нужным расклад какой-то делать. Просто самое тяжелое в этой ситуации – ребенка разговорить, чтобы он, вот, знаете, он начал вам отвечать на ваши вопросы. Но, возможно, для этого их не надо в лоб задавать. Вот если сейчас такая ситуация, да, вот доходит уже до криков, то есть у него активная оборона какая-то, вот, то не надо вот так в лоб. Сначала нужно его вывести, ну, как-то вот, в каком, вы же знаете своего ребенка, в каком он состоянии, да, вот, какое, вернее, какие проявления свидетельствуют о его, ну, таком настроении нормальном, вот таком, доброжелательном, неагрессивном. И вот тогда начинать как-то потихоньку. Не факт, что вы это сделаете за один раз. Вот тут не спешите. Потому что вы можете поспешить, и он захлопнется. Вот если вы почувствуете, что вот как-то он уходит, да, ну, может быть, либо иначе, но тут не давите. Вот просто не давите. Потому что вот чуть раньше, может быть, надо было, но тоже себя винить нельзя. Вот. Тут еще, видите, вот начало подросткового периода. То есть, тут и гормоны где-то у кого-то начинаются и в 10, и в 11 уже начинает колбасить человека, да. Обычно, да, все говорят, вот в 13, 14, уже и в 12 это происходит, и в 11 это бывает. Ну, и даже еще до 11 лет тоже уже какие-то моменты бывают. Так что, вот такие вещи. Поэтому тут просто не передавите. И он вам расскажет. Стереть надо. Надо выявить причину. Ну, знаете, как вам сказать. Причину его вот этой агрессии, вот этой обиды и вот этого протеста. Потому что следствие там, ну, ругать за то, что воруют, воруют это следствие. Ну, то, что там рядом стоит, да, вот просто. Но это все следствие. Нам же надо выявить причину. За следствие сколько угодно. Можно там хоть лупи, да, человека ремнем. Хоть там залупись. Хоть сотри о него этот ремень и будет без толку. Он не поймет. Он только еще больше ожесточится и все. В конце концов там последствия могут быть совсем плохими. А тут нет. Надо выявлять. Надо говорить. Так, отправлю. Ну, отправить это понятно. Но у него со здоровьем. У него сейчас, ну, мне показало вот с личным. У него есть депрессия, да. У него... Я не исключаю проблемы со здоровьем. Я не... У меня нет, как, упора именно на целительство и на исцеление, да. Но тогда более конкретно. Если мы на картах смотрим, то я уже объяснял, да. В общем-то, не только я, это все практики знают, что чем больше установочных данных дается, чем четче вопрос, тем точнее карты ответят. Они показали, проблемы есть, но магии нет. И потом, никогда магия не заменит медицину. И наоборот, кстати. Магические болезни не лечатся медиками. Они могут инстатировать все симптомы. Они будут видеть, что человеку откровенно погано. Человек загибается. Но анализы будут шикарные. Я об этом тоже периодически говорю. И наоборот, чисто медицинские вещи, да, их можно магически поддерживать. Потому что что такое болезнь? Это энергетическая какая-то, нездоровая программа энергетическая уже в физическом теле, да. То есть эта программа пробила все тонкие тела, дошла до физики и начала человека колбасить. И вот решать вопрос на тонких планах с этой болячкой как раз задача магии. Потому что медики будут заниматься только тушкой человека. Все, больше ничем. Они лечат только тело. Но, если не убирать, опять же, причину, да, проблем с тонких планов, то будет что? С тонких планов оно снова ударит по физике. Потому что люди инертны сами по себе. Они живут в привычном режиме. И, соответственно, если в первый раз появились условия для возникновения заболевания, если потом, после исцеления медицинского, эти условия на тонких планах не были устранены, то будет повторный удар. Медики это называют рецидив, да, заболевание. А все почему? Потому что оно осталось. И оно висит, оно гуляет вокруг. Человек образ жизни не меняет, привычек не меняет. С собой заниматься не занимается. Считает, что попил лекарство, выписали, там температура упала, все хорошо. И продолжает жить так же безалаберно часто. Я сейчас не конкретно о ком-то, в принципе, для примера понять, как это работает. И вот с тонкими планами, чтобы избежать рецидива, да, корректировать человека, гармонизировать его, кокон в целом, энергетически. Вот это задача как раз эзотерическая. Медики лечат, но одно другое не меняет. Когда я против того, чтобы ставить, знаете, диагнозы по картам. Да, есть люди, которые на целительстве, допустим, специализируются там. Вот они говорят, я вижу то, вижу это, вижу то. Я могу сказать, да, есть проблема, нет проблемы, но все-таки есть медицина, сдать анализы, там все скажут. Вот, а уже конкретно по энергетике, если заниматься человеком, тут вопросов нет, позанимаемся, поправим. Так, с самого рождения, ну, тогда мы с вами лучше поговорим отдельно. Да мне оплачивать на счет телефона все, если, опять же, просто что вы хотите оплатить, 10 лайков. Вот вы спросили по негативу, я посмотрел. Это стоит 10 лайков. Если что-то помимо, не по негативу, другие вопросы, это будет стоить сегодня, пусть будет 150 рублей. Оплата очень просто. В шапке профиля номер телефона МОМТС. Просто оплата за услуги связи, без всякого там, без привязок к картам. Там просто, обонплата за связь оператору. На номер и все. Я хотел просто, ну, видите как, 3 года, 7 лет прошло, нам надо тогда заниматься. Да, пожалуйста, в записи вполне, да, здравствуйте, здравствуйте. Я просто, сейчас только вот те люди, которые присоединились, сама лента не поднимается. Я сейчас, ох, сейчас уже так, принудительно, да, просто листаю и читаю. Вот теперь отношение Артема к вам. Так, на негатив мне нужно имя. Настоящее имя мне нужно. Просто имя, можно без даты рождения, но настоящее имя. Как вы в документах записаны. Так, ну давайте отношения Артема. Ну, детей смотреть нет. Вот. Он маленький, 10 лет ему, я не хочу энергетически присаживать его, тем более в ночь. Не надо. Давайте в директе потом, мы опять с вами переходим в директ, чтобы, ну, не публично эти вещи все обсуждать хорошо. Я бы так вам рекомендовал. Будете настаивать, будем. Да, да. Вот мы об этом Оле говорили, что не слушается и проблемы есть. Да, да. И наладилось. Так, Лариса, смотрим Лариса. То есть, внешне есть ли негатив? Магические атаки, да. Магические атаки, да. Субтитры сделал DimaTorzok Да вы справляетесь в целом? Ощущение такое, что ваша жизнь не дает покоя, есть атаки То, что касается сферы ваших финансов, это я Ларисе отвечаю, есть Понимаете, вот есть зависть, есть перемыв, есть вот вы как под наблюдением что ли каким-то Это есть Но вы справляетесь, достаточно мощный у вас такой вот кокон, да, ваш, ну дома Хотя можно бы обсуждать, возможно, вот знаете, как это будет То есть на что направлено разрушить, да, семья не дает покоя Не дает покоя, какая-то зависть, считают, что или денег у вас много, да, слишком хорошо у вас как-то Вот, но вы справляетесь, дело в том, что вы вполне защищены, пробить, вот прямо пробить и разрушить Нет, не могут То есть это, это скорее, знаете, это даже скорее не магия, а Бытовое Зависть есть, энергия есть такая И это люди, ну, любят перемывать, или вы их видите, вы их знаете, понимаете То есть, да, вот состояние наблюдения Наблюдение Расходы это может как-то излишнее нести, да Все-таки что, какие-то отток, отток может быть Ну, это мужская энергия, вот странно, но почему-то идет, знаете, как со стороны мужчины Ну, вот так По Ларисе Есть попытка, но скорее это Или, знаете, когда вот сносят на подлете какую-то программу Вот есть атака, ее сносят, вот тоже оно так размывается, как-то нивелируется ее воздействие Или само воздействие слабее вашей защиты То есть, покалывать может, неприятные ощущения могут быть Может что, затруднять общение, может буксовать, да, вот по денежкам тоже Как бы, тут я даже не скажу, что затрудняет поступление Хотя, вот это под наблюдением Почему-то очень беспокоит кого-то ваша сторона, вот эта финансовая, материальная То есть, вот такая история Ну, пробить Вы, в общем-то, под защитой Итак, да Бывшие Ох, вы мне ставите Тут, знаете как, по Алексею Ну, я снова, вот давайте мы с вами все равно в директе будем общаться Вот пусть туда вопрос Я не хочу такие вещи Просто, опять же, будете настаивать? Я буду смотреть сейчас Давайте лучше мы с вами более кулуарно это обсудим Если у кого-то есть вопросы по негативу, да В воздействии есть, нет, пожалуйста Хорошо Так, по негативу 10 лайков мне Это на ваше усмотрение Вы, как бы, я могу рекомендовать Вопрос ваш Я сегодня объявил вам, что смотрю на негатив Соответственно Так, Яна Яна Давайте смотреть Нет, нет, не сами Это вот со стороны И вот, говорю, какая-то Как мужская энергия какая-то Или женщина с такой, с тяжелой энергией Вот такой, почти мужской Которая, ну, на тонких планах Фактически как мужская идет, да Выше были вопросы Я А я не видел их Я их не видел Я только вот получил На ваше усмотрение Мне Ольга написала Потом Яна пишет Просто палец вверх Я так понимаю По смыслу, что да Яна, есть Если вас на негатив Яна, просто мне плюс поставьте Я посмотрю вас Вот Ирина пробилась Да Негатив Личная жизнь Есть ли воздействие Стороннее Е Негативное Да Деструктивное Которое разрушает Либо Вредит Личной жизни Ирины Давайте смотреть Личная жизнь Да, в общем-то, вы знаете, сейчас мы уточним, что это у нас тут такое за противодействие Очень конфликтная ситуация, ощущение себя, одиночество просто аж-аж-аж Причем это состояние противодействия, состояние противодействия, но это ценностный конфликт с мужчиной Именно, вот как сказать, мировоззренческий конфликт, хотя мужчина тянется к вам И чувство есть, но это вот по менталу, прямо как кошка с собакой Хотя оба хотите гармонии семейной То есть это у обоих партнеров есть Что тут у нас за финансовая позиция такая Очень скандально вокруг финансов как-то получается И тема материальная как-то вот слишком болезненна, да? Вот прямо болезненна Но это ценностный конфликт Я вот сейчас конкретно просто, да, даже если магическое какое-то воздействие, но нету его То есть магии нет Нужно говорить То есть, да, я понял Это сейчас я отвечаю Сейчас, Ирине, да? По-моему, Ирина, да? Да, Ирине отвечаю То есть вот это я ответил Ирине Ирина, вы поняли, что я вам отвечал? Потому что Меня спрашивают, кому я отвечаю Так, Яна, все, я понял, на негатив, хорошо Так, а чего это я свяжу? Ай-яй-яй Ай-яй-яй Да я же себе не зафиксировал даже Так, Яну посмотрим, да? Давайте теперь у нас Яна Имя мне пишем, если на негатив, имя Потому что Чикашева 63, да? Имени у меня нет Вы мне плюсик поставили? То есть на негатив А, вот Так, спасибо, Оля Яну А, Ларису посмотрели Яна и Зарина осталась, да? Зарина Так, сейчас подождите Давайте, Яна Есть ли сторонний негатив, да? Который разрушает ее Что за депрессия? Яне отвечаю Яна Смотрите Магии нет Что-то, в принципе, знаете, как это? Это бытовое Вот Ваше состояние, когда Ну, вот это такое депрессивное, упадническое Вызвано тем, что не Медленнее идет реализация ваших каких-то проектов Отягощение определенное есть Вам, как женщине, нужно Нужны нормальные отношения Это да, есть Потому что, ну, это ваша суть такая Вам они, в принципе, нужны Но это нормально И Вам бы хотелось, конечно, чтобы Ну, ладно Это мы уже за рамки выходим Поэтому, Яна Нет на вас Вот стороннего какого-то негатива есть Вернее, нет Есть Накатывает вот это состояние Но вы его Вы разберетесь с этим Это связано чисто с бытовыми вещами И опять же Оглядка на прошлое какое-то есть Вот Ну, это эмоционально Это вот идет, знаете, когда не реализация Когда нет того, чего хочется Сейчас я не успеваю Так Снежана Подождите Снежана Потом Так Зарина Да, Зарина Давайте ее посмотрим Так Яна Я вам ответил Но сейчас Дальше Зарина За сердечки Благодарю Зарина как-то все конфликтно у вас это зарина да и ну тоже не лучшее состояние нас не лучшее настроение что же вам так одиноко там тоже дело в том что те последствия которые сейчас есть вот это я зарине отвечаю вот то что вас сейчас не устраивает это закономерно то есть это потому что вот раньше было вот как какие-то слишком что-то было конфликтно это как понимать как оплата счетов если интересно вам полностью расклад то пожалуйста вообще кому интересно полностью сделать расклад уже по полкам да это ко мне в директ обращаемся и мы будем безусловно заниматься при необходимости вот здесь магического нет вот это я отвечаю зарине нет магии но я не нахожу ваше состояние хорошим причины другие поэтому если то есть вот конкретно по негативу да если в рамках этой акции а так нет магии нет хотя этого сейчас не вижу ну расплата за расплата вот идет но я уже потом буду говорить если будет интересно если обратитесь вот в принципе решать надо потому что я что скажу никого не пугаю никогда но это само не рассасывается понимаете вот если проблема не решается она просто уходит вглубь она просто становится тяжелее и все само это не рассосится так кто у меня еще не охвачен сейчас я листаю дальше снежана негатив идет ли негатив от насти или вероники много вопросов просто я сейчас посмотрю снежана тогда так если в рамках акции то я отвечаю вот пожалуйста придерживаемся тех границ которые я устанавливаю да правило вместо меня мои не меняем вот это уже другое если там от насти от вероники еще кого то просто есть ли на вас то тот негатив который вас разрушает да вредит если магия вот так мы смотрим а уже откуда почему от кого это это уже личный расклад это уже не в рамках вот такого прямого эфира когда вот в личный личный расклад а там и по полкам сидим раскладываем без кого то вообще без других людей здесь мы просто смотрим есть тема сама в принципе или нет вот и все много энергии накручено как-то у вас так ну раздрайчик присутствует что-то по работе что ли вот прямо что то такое вот подоплекать чисто деньги вот ничего кроме денег и на тропе войны из-за денег вы там вот настой вероника ваши предполагаемые да но магии нет вам тут скорее надо подумать об обновлении пути с мужчиной не исключаю что в личной сфере да или то есть это вот либо мужчина начальник который вот тогда это работа либо это мужчина но тот мужчина который рассматривается как вот такой состоятельный человек который ну и при этом твой партнер вот так да в данном случае то но скандал скандал вокруг обстановку вот самой ситуации он прямо знаете как в воздухе витает раздрай на то чтобы обновить вам путь да да то чтобы увести что ли это ну магия да смотрим магию я пока нет магии нет но очень напряженно бьют по личной жизни бьет негатив по личной жизни финансам если подробнее опять же ко мне в директ магии нет так лидия да все я вам ответил есть есть бытового очень много накручено надо решать магическими средствами в том числе это можно делать так лидия то есть где-то поработать с вашим окружением смягчить ситуации да разрядить убрать эти энергии потому что по большому счету сильный бытовой негатив ничем не лучше сказывается на нашем состоянии или ничем не мягче чем какая-нибудь там порция сглаз магический и так далее вот и все тут еще важно знать как выходить не просто понимаете человек часто почему не может решить проблему потому что вот есть я прав ну потому что это я вот если в конце концов да вот через все 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 аргументы прошли и вот просто потому что это я вот поэтому я прав они не правы потому что это они с такой позиции даже от бытового негатива избавляться ну почти невозможно вот почти невозможно а любой негатив любая низкочастотная энергия она только притягивает и другую ужеulum частую любого характера магическую непогическую там личную да просто любу это geograph Communicationane 포торск distracted это все будет плющить и таращить человека, да, от чего будет и колбасить там, и укатывать, поэтому я бы тут рекомендовал все-таки углубиться, что называется, в тему, да, покопаться, вот просто разнопланово, потому что это надо убирать. Так, Лидия, все-таки Лидия. Магии я не вижу на Лидии. Слишком большой слив себя вижу через, ну как, социальную деятельность, да, через общение, через, вот, ну, попытки помочь, это тоже туда же относится все. Участие в жизни других, вот, прямо слишком можете этот чемодан на себя взваливать, понимаете, и вот просто вот биться до последнего, стоять на смерть, отстаивать до, ну, до депрессии, до личной, до полного личного опустошения и депрессии. Магии сторонней нет, поэтому, так, аккуратней со своими, со своей силой все, все, в принципе, люди, вот, лучше бы было, если бы аккуратнее относились к своим энергиям, как бы, не слишком негативили, да, не слишком агрессировали, не слишком атаковали, даже когда никто не наступает, не надо защищаться, иначе тогда защита становится атакой. А когда любая атака без права, да, когда мы бьем, в принципе, невиновного, просто потому, чтобы нас первым не ударили, то мы бьем не по закону, и вселенная нам это обязательно вспомнит. Вот это мы не забываем, потому что правила улицы, они как бы правила улицы, но за них же и расплачиваются. Так, вас на негатив, Оля, давно смотрели, давайте посмотрим. Да, пожалуйста, Яна, во благо. Это я так вот успеваю листать. Дошел, когда вы меня благодарите. Так, и сейчас, Оля, негатив, сторонний, если мы... Вы противостоите, прямо вот противостояние и конфликты, и своя позиция, и для того, чтобы было расположение, да, вы сейчас, как бы вам сейчас, вот прямо, ой, как сейчас, по полкам там, слишком активно не принимаете других. Не всегда они прямо вот со злом. Иногда имеет смысл просто слушать, просто откладывать решение, потому что противостоянием таким, ну, представьте, да, вот, ну, грубо говоря, человек одна батарейка, тут каждый по батарейке, да, там коллективная энергия, и тут человек один. Куда же, чертовой матери, там, так сливаться не надо, у вас там нормально, вот, в принципе, да, у вас ведь неплохо должно быть. больше интуиции, вот, включайте, эмоции убираем, интуиция, анализ, просто расчет, не спешим с проявлениями своими, вот, понизить градус, вот, наконец-то, фраза, понизить градус. Не, не значит, что вас прямо хотят оттуда выжить, не значит, потому, что вы там при этом на своем месте, понимаете, то есть, вот, то, что вы делаете, вы вполне можете делать очень хорошо, но без агрессии, без неприятия других, вот, неприятие, это тоже агрессия, то есть, я не то, что вы там всех там бьете битами, да, или стреляете по людям, нет, но, вот, меньше тратьте на это сил. Так, Лидию посмотрел, Зарина посмотрел, Света, Светлана, денежный канал, денежный канал Светланы. Десять лайков. Любой просмотр на негатив, забываю говорить, десять лайков ставим. Рубите кармические привязки со мной. Оплачиваем лайками. Можно деньгами. Номер телефона в шапке профиля. Просто оплачиваем, как за связь на него, МТС-оператор. Так. Тогда состояние денежного канала, Светлана, посмотрим, да, в каком состоянии денежный канал у вас находится. Светлана, денежный канал у вас в отличном состоянии, но у меня есть ощущение неисполненных обязательств, это и кредиты в том числе, понимаете, что нам прикрывает. И здесь, кроме того, еще что? Еще что? Вот в такой ситуации, когда с денежным каналом все хорошо, и в принципе, ну, ничего не предвещает беды. Денежный канал у нас на третьей чакре. Энергия денег, да, это материальная энергия, Земли идет через первую, транзитом через вторую, только потом она попадает к третьей. Поэтому денежный канал, часто всех, ну, многих интересует состояние, но он там, он будет, может быть, в прекрасном состоянии, да, с офигенно толстыми стенками, прокачан, но если первая и вторая чакры не обеспечивают поступление нужной энергии, денег не будет. И денежный канал вообще тут будет 25 место по значению. Поэтому у вас такого нет, вот не идет такого, чтобы у вас... Но у вас, вот, что идет, это какие-то обязательства, которые вас присаживают. Потому что эти все обязательства, неисполненные наши, они нас присаживают. Почему я всегда был против кредитов любых? Так. Не бывает выгодных кредитов. Если только это не твой банк, тогда дам надеждам. 10 лайков, независимо от того, понравилось вам, не понравилось, иначе компенсируют мне иначе это все. Все, что на негатив, 10 лайков, или деньги, по своему усмотрению, на мой счет. Любая сумма по негативу, все остальное. Так, надежда. Так, надежда. На мой счет, это все остальное. Так, надежда. И я довольная нагревом, улажно, улажно, и, я довольна. Конфликт есть. Конфликт, скорее всего, связанный с работой. Конфликт, скорее всего, связанный с работой. Нет. Надежда нет магии. Есть напряг, есть недовольство, есть ощущение, что как-то уверенности меньше стало. Как что-то перевернулось, хотя не совсем понятно почему. Хотя вы движетесь правильно. Сейчас такой период. Я просто скажу, сейчас, в данный момент, такой просто период. У вас такое ощущение, что много уходит. Ресурсы уходят и больше, чем готовы согласиться на это. И вот все с конфликтом каким-то идет. Но магии здесь я не вижу. Я уже тут по-разному. Сейчас почему-то... Есть какая-то неискренность в окружении. Вот так. Неискренность. В связи с чем конфликты. Может быть, вы это и сами уже знаете. 10 лайков. 10 лайков. Как хотите. Можно оплатить. Можно. Да, пожалуйста. Можно. Что можно. Что угодно можно. Можно комментарии написать. Тоже нормально будет. Пару, тройку и достаточно. Так. На негатив. Я уже посмотрел вас. Сказал. Тогда, пожалуйста. Обязательств нет. Странно. Но какой-то слив. Понимаете? Как вот... Или расплата за что-то. Надо анализировать. Потому что если нет обязательств, то тут выходит расплата. Понимаете? Вот как за что-то. Где-то не додали. Вот такая фраза. Вот она подходит по этим случаям. Поэтому если что-то прямо конкретнее интересует, то надо смотреть уже прямо вас. И копать уже... То есть откапывать саму причину. Почему такая ерунда получается. Потому что у вас канал денежный в отличном состоянии. Вот просто не вижу ничего там поганого. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Это уже личный расхват. То есть один вопрос. Это по акции. Вот, пожалуйста. Состояние первое, второе. Я смотрю все. Вот я просто полностью, когда делал негатив, я смотрю все энергоцентры. И кроме того, что состояние по чакраму энергетически, я смотрю и магический, и бытовой, и личный, и родовой, и кармический. И вот там я даю полностью вам вот просто все. Сейчас, если мы первую, вторую, третью посмотрим, нам нужны только деньги. Извините, потом выяснится. А у нас вообще из-за шестой, из-за менталки, это вся ерунда. Понимаете? Потому что вот какой-то слив, что-то уходит. То есть давайте мы вот так частями не будем пытаться лепить такую мозаику. Мы просто сядем, всю картину сделаем, и будет нормально. Так, здравствуйте, кто присоединяется. То есть это не потому, что я вот такой жадина, какой-то хапуга, и хочу развести на деньги. Просто есть техники определенные, да, и есть технология. Вот что-то можно, а что-то уже так нет. Про просмотры, про все это, как это правильно, это магическая операция. И магия, так вот, она, у нее есть свои правила, понимаете? Потому что я просто скажу честно, я, зная, что я в стрию, это было в августе. Ну, теперь уже прошлого года. Я знаю, что я делаю неправильно, я нарушаю законы. Я не беру деньги, вот, в нарушение правил. И я делаю работу для человека, потому что, ну, вроде как, вот, ну, неудобно. И вот прямо, ну, так, ну, так вот, да. Так вот бывает наше ложное, вот это неудобно. Вот именно ложное, тем более это, ну, это уже глупость, допущенная мной откровенно, потому что я говорю, что одно дело, когда человек не знает, да, и вот встревает там, и потом расплачется. Другое дело, когда человек идет, ну, зная. Вот так получилось, без комментариев, да. И вот здесь я просто потом практически два месяца сидел без денег. То есть с меня взяли, то есть вот без тех денег, на которые, ну, ну, просто было, ну, глупо не рассчитывать. Потому что то, что я сэкономил человеку, взяли силы с меня. Силам фиолетово с кого брать. Вот фиолетово взяли с меня. Ну, и все. Так бывает, но я, это так вот, просто чтобы понятно было. Это не значит, что я сейчас посмотрю, сделаю вам расклад, да, и меня расстреляют за это. Нет, не расстреляют, но, согласитесь, свои счета мы должны оплачивать сами. Вот сантехник приходит, он же, мы ему платим, он делает работу, да. Он же не за счет своих, там, вы же сантехник, да. Вот, а у меня с трубой проблема, значит, вы должны. Ну, нет же, нет. Здесь та же история. Так, если с Романом вопрос, 150 рублей вы мне платите. Я смотрю, знаете как, даже если будущее, вы решите сами. Я в этих случаях рекомендую посмотреть отношение, вот, интересующего человека к себе. И дальше вы уже сами решаете, есть у вас будущее или нет. На меня не перекладывайте эту ответственность. Это не мое дело. Вот, если вас устроит такая формулировка, 150 рублей мне на телефон, потом можно перечислить. Вы мне просто плюсик поставьте, и мы смотрим. И еще раз, ваше имя, вы... Вот, я не запомнил, правда, вот, если можно... Я, понимаете, я же сказал, и я снялся. Все, я, как бы, я забываю. Это уже те люди, которые у меня месяцами, я их потихоньку запоминаю. Вот, а так, я встал на канал, выдал информацию, снялся, все, и поехал дальше. Другой человек, другая ситуация, смотреть его. То есть, Роман, я понял. Напомните, пожалуйста, еще свое имя, Светлана. Хорошо, смотрим. Отношение Романа к Светлане. Вот так. И сами потом смотрите. Так, это я возьму тогда вот, что я возьму тогда других ребят, специально обученных, и будем смотреть. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Светлана, я не вижу здесь тех чувств, которые женщина ждет от мужчины. Я уже как ни кручу, не корректирую по ходу дела. Я не хочу... У вас, знаете как, время принять решение. Избавление от ненужных привязок. Я бы даже так это сказал. Пора делать выбор. Например, если вы ждете чувств, их нет. Вот их нет. Понимаете? Есть ваше желание, чтобы они были. Есть ваше отношение. Это другой вопрос. Сейчас мы анализируем его отношение к вам. Человек привык. Он довольно комфортно, находясь. Знаете, бывает такое, когда мы с кем-то находимся рядом. Но при этом мы не чувствуем пару или общение. Мы не чувствуем контакта. Мы как два человека, даже когда говорим, а каждый при этом как отшельник. Каждый сам по себе. Так вот поговорили, там доброе утро, там кофе будешь, там как дела. Дежурные вопросы, дежурные ответы не менее. При этом есть чувство привычно. Вот привычно и комфортно. И в принципе устраивает. Когда вот в принципе особо порыва в человеку не хочется. И вот ему неплохо. Его менталу, того, чего он хочет, его стремлением, вот дано, то, что в принципе его достаточно для него. Вот ему хватает. Вот так. Но это обременительным становится для другого. Вот такой подход. Поэтому решать у вас просто, тут дважды просто говорится уже, что пора делать выбор. И все. Выбор за вами. Когда все хорошо, выбор делать не надо. На негатив мы сегодня по акции всего за 10 лайков под любыми постами смотрим, есть стороннее воздействие деструктивное, которое разрушает так или иначе, или нет такого стороннего воздействия. Пожалуйста. Это 10 лайков. Все остальные вопросы, собственно, ну так уже у нас пошло, что и погодашки включились параллельно. Но все, что не по этой теме, это стоит 150 рублей на телефон, который в шапке профиля указан. Просто оплата за услуги связи и все. Без карт банков там и прочего. Так, если есть еще вопросы. Да, напоминаю, что в начале эфира было сказано о женской магии для непрактиков. То есть, это, как вам сказать, это вот все то, что может делать любая женщина для себя любимой, для, ну если коротко, для гармонизации своей жизни, вот просто, вот достаточно хорошо. Вот достаточно хорошо. Причем, я обращаю внимание на то, что все эти практики, то есть, почему хороши? Их может делать любая. А то есть, что? Во-первых, они безопасны, потому что магия штука опасная, чем там тяжелые ритуалы есть, которые, ну, колбасят даже человека, который, ну, прямо в теме, и который знает технику безопасности. И он, ну, в таких, иногда просто надо идти делать вот такой ритуал, да? Вот когда, что называется, ну, надо. Ты уже к этому готов, что потом будет не очень хорошо, там, ну, и так далее, и так далее. Здесь этого нет. Здесь вполне себе все безопасно. При этом эффект есть. Естественно, это тот момент, да, мы учитываем, что это не будет очень быстро. Но это, и, знаете, это даже такие где-то попутные практики. Вы делаете что-то, обычную бытовую вещь, и вот просто, либо чуть-чуть корректируете еще дополнительными действиями, и заговоры какие-то, да, наговоры, как считаете нужны, там, шепотки можно обзывать, в принципе, как угодно. И уже эта вещь становится энергетически более наполненная. Вот и все, и имеет уже другой эффект. Тем более, из раза в раз повторяюсь. Собственно, энергия аккумулируется, да? Что у меня плавает телефон этот? Сегодня какой-то день. А, сегодня правильно. Сегодня красная луна. Кровавая луна, и у нас сегодня, между прочим, и новолуние. Ой, полнолуние, елки. Я уже совсем, и мы ритуал уже сделали, все хорошо. Вот. Это вот, кстати, как и в этом ритуале, да, который мы делаем. Каждая новолуние, каждая полнолуние там. Желающие могут присоединиться по акции. И, собственно, энергия аккумулируется, копится, и из раза в раз увеличивается. Вот весь смысл. То есть, нельзя лениться. Вот мы хотим результат. В спортзал ходим как? Один раз пошли, и что? И все? Нет. Или пресс там раз покачали, и прямо все сразу идеально. Вся фигура стала, да? И мышцы спины там, и все остальное. Чему там сейчас женщины уделяют внимание? Вместо более важных иногда вещей, да? Ну и так далее. Ну и не только женщины. Это да. Не буду допускать сексизма стопроцентного. Я против абсолютизации и об общении, в общем-то, да. Так, денежное заклинание. Да, можно и так. Можно хлеб с пшеном. Очень много похожих вещей. Там пшено. Когда нет пшена, там рис используется. То есть, вот этих моментов достаточно немало. Так, вы мне задавали вопрос. В течение трех месяцев. Тут даже можно вот с одной смотреть. Это, вот смотрите, даже без особо больших каких-то уточнений. Вы, вот, как вы, у вас есть ощущение, что вы как-то в противном случае, да? Вот если вот вдруг кого-то там не будет, то вы прямо не защищены. Вы вот прямо бедолага. Вы, ну вот какая-то, как неполноценность, что ли, какая-то вот неудовлетворенность такая с собой. Ну, нельзя так. Вот еще раз говорю, нельзя. Я вам открою такую, не знаю, наверное, не тайную тайну или не секретный секрет, да? Или не секретную тайну. Мужики считывают состояние женщины, которая вот хочет сделать так. Она при этом может вести себя как угодно. Вот, женщины прекрасные актрисы, да? И да что крутится, у меня уже начинают припадки. У меня уже нет объяснений к сегодняшнему поведению всего этого, всей конструкции. Так вот, ну ладно, черт с ним. Так вот, и многие ошибочно думают, что играть можно вечно. Но есть такие дяди, которые энергетически очень прокачаны. Вот, он, при том, он даже может быть там не синий пядей во лбу, по большому счету, да? Но вот энергетически он считывает вот офигенно. Ну, например, кстати, очень неплохие ребята в этом смысле, любые вот старшие офицеры, да, армейские. Они считывают человека, полицейские, отлично считывают просто состояние энергетик у человека, да? Энергию страха тут же ловят. Вот почему берут кого? Тот, кто боится, вот его и берут в первую очередь. Здесь очень похожая ситуация. Вот эта энергия, когда на тебя охотятся, да, она так воспринимается, что тебя хотят вот так забрать. И естественная защитная реакция. То есть, но, чтобы хорошо играть, да, любой актер должен сам верить в то, что он делает, да? Он должен видеть себя именно тем, кого он играет. Вот тогда и другие поверят. Если он сам не будет верить, нифига никто не поверит ни во что. Точно тут такая же вот история. Вы должны искренне, вот, приучить себя искренне, не бояться вот этого такого состояния, не допускать подобного. Я даже не буду вот сейчас просто, вот тут всего хватает, понимаете? Вот сразу информация исчерпывающая по вам. В этом смысле я не хочу уточнять. То есть, здесь мы программу себе создаем и действуем, конструктивную, но не такую, которая вот будет дербанить нас и отпугивать. И получается, мы сами то, что хотим привлечь, мы его фактически делаем вот так. А потом говорим, мне без этого плохо. Но ты же делаешь так. Как же будет хорошо? Оно не придет. Вот такая рекомендация. Тут не надо. Запись будет. Да, в начале это все есть, я запись сохраню. Я почему и говорю, что давайте просто динамичнее, может, если вопросы есть, то я буду, ну, как бы, отвечать быстрее, чтобы, ну, просто потом это смотреть было не слишком скучно, долго, чтобы я не говорил, ну, есть вопросы или нет. И сам уже там засыпая, понимаете, не надо. Ну, все. Тогда что? По акции мы на негатив сегодня всех, кто хотел, посмотрели. Это стоит, напоминаю, 10 лайков. Для тех, кто будет смотреть эфир в записи, я по вашей индивидуальной заявке, вот так же, вы увидели, да, как я другим смотрел, надо, нет, есть ли негатив, нет ли негатива, да, магический какой-то. В директ не пишите, а так же посмотрю. И, если не успели, да, если вам, в принципе, тема интересна. Все остальные вопросы, это вот сегодня были в погодашках 150 рублей, как бы, ну, и ладно. Еще на этой неделе, сегодня вторник, да, возможно, в четверг я сделаю прямо погодашки, вот просто готовим тогда вопросы. Нет, не ушатали, я еще бодренький, я еще могу. Ха-ха, это я так притворился. Вот, что еще. Вот, тогда, да, я сделаю погодашки, мы просто пройдемся вот по вашим вопросам, ответим там, ну, это будут погодашки 200, скорее всего, да, любой вопрос. Один вопрос, один ответ равно 200 рублей. Задавать вопросов можно сколько угодно. Ну, вот так. Собственно, и кого интересуют консультации, или еще какие-то есть вообще вопросы по тем программам, по тем курсам, которые есть, для практиков, для непрактиков, пожалуй, это все в директ. Не задаем вопросы финансового характера, пожалуйста, еще раз прошу, в комментариях. Я в комментариях на такие вопросы не отвечаю, в принципе, не только я. Вот, ну, все, тогда всем что? Всем добра, благ, мира, в душе, с собой, с другими, ну, главное, с собой. Вот, главное, с собой не держим обид, никому не завидуем. Учимся ценить то, что есть. Вот это главная проблема, когда мы не ценим того, что есть. У многих, поверьте, вот найдется масса людей, которые вам завидуют, у которых нет того, что есть у вас. Вот нет, и не разочаровываем, ну, можно назвать Богом, можно назвать Вселенную, да, как угодно, вот эту силу высшую своим непринятием того, что нам дали, своим недовольством к тому, что нам дали. Потому что, если вы недовольны этим, ну, скорее всего, большего могут уже и не дать. Да, или какое-то через сверхусилие, которое, опять же, будет связано с работой над собой. Вот, потому что сначала мы упремся, мы сначала позлимся, потом, в конце концов, у самых разумных включится мозг, и мы начнем анализировать, да почему так. Остальные там, ну, или многие, они будут продолжать упираться, доказывать, что весь мир неправ. Все козлы, все там еще и кто-то, вот, и только вот этот несчастный человек прав. Ну, это их заблуждение, мы все, у нас у всех, опять же, есть свобода выбора. Выбор заблуждения, это тоже один из аспектов данной свободы. Но вот, когда человек, наконец, придет к тому состоянию, когда начнет думать, почему, собственно, вот так, да? Ну, вот тогда это начало, в общем-то, пути по выходу из кризиса. Вот это, собственно, то, в чем я могу помочь. Все, теперь я поправлю напоследок. Еще раз скажу всем пока-пока. У меня это все крутится все последнее время. И я не знаю, почему, я потом буду смотреть после эфира. Все. До завтра, до следующих постов. И, скорее всего, в четверг. Я, наверное, чуть раньше начну. Я тогда не в 23 часа начну, а в 22.30. Пока что я так планирую, да? Погадашки, чтобы у нас было чуть больше времени. Чтобы к пятнице вы так довольно свежими вышли на полчаса раньше. И ударно прошли пятницу и ушли на выходные. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.